Итак, всем доброго дня. В самом начале давайте проверим связь. Напишите, пожалуйста, регионы, какой регион у нас представляет, и я пойму, что вы меня слышите. Итак, пишем регионы, кто из какого региона. Отлично, Казань. Так, я представляю пока регион, ну, Москва-Казань, наверное. Наталья Калинина, Москва. Москва-Чебоксары у меня, два региона. Сургут. Так, отлично. Новочебоксарск. Хорошо. То есть пока вы пишете, наверняка у каждого из вас на 2020 год поставлены планы. Вот у кого есть план роста на 2020 год, ставим цифру 2. Кто хочет достичь новых званий, новых результатов, доходов других и так далее, да? То есть то, чего не было у нас до этого. Отлично. Ну, по крайней мере, 5 человек у нас в этом году, 6 со мной, в этом году настроены на рост. Теперь, смотрите, каждый из нас понимает, что для того, чтобы расти, нужно выполнять действия. Так ведь? И в зависимости от того, что мы хотим, какой результат мы хотим, будут разные действия. Давайте сначала, вот буквально, одна минута. Напишите, пожалуйста, кто какой результат запланировал на 2020 год. Я тоже напишу, ну, я могу озвучить, пока вы пишете. У меня задача на 2020 год по итогам 17-го каталога 2020 года открыть звание бриллиантового директора. То есть 6 директорских команд. Одна директорская команда у нас есть, еще 5 команд вырастить. Так, Мария Дмитриевна, золотой директор, закрыть в 16-м каталоге 2020 года. Ирина Мамичева, открыть и закрыть звание директора. Так, остальные. Наталья Стрельцова, открыть и закрыть звание золотого директора. Так, остальные, включайтесь тоже, озвучивайте свои цели. Так, открыть звание золотой директор. Да, вот Мария и Дмитрий подсказывают, ставьте конкретный срок. В каком каталоге вы хотите это сделать? Какого года? Ирина Быкова, закрыть золотого директора. Когда вы хотите это сделать? Да, то есть понятно, что вторым каталогом закрыть звание золотого директора невозможно, потому что его нужно сначала открыть. Дальше, Оксана, к седьмому каталогу открыть старшее золотое. 16-м каталогом 2020 года, закрыть это звание. Григорий, открыть золотого директора в октябре 2020 года. Отлично. Так, дальше. Ирина пишет, вижу, да, то есть конкретизирует, я так предполагаю, те, кто вначале просто написали. Да, Ирина, вижу, закрыть звание директора в октябре 2020 года. Отлично. То есть смотрите, если у нас, у каждого есть задачи, цели, то нам нужно выполнять действия, да. Мы прекрасно знаем такой момент, что... Ну, вернее, мы все прекрасно знаем, что нужно делать. Но и в то же самое время мы не всегда делаем то, что мы знаем. Согласитесь? И вот именно для того, чтобы включать в систему ежедневных действий необходимые действия, да, получается, масло-масло, но тем не менее, чтобы каждый день мы делали то, что необходимо для нашего роста, мы придумали как раз вот эту игру формулы успеха. Цель игры — это научиться выполнять действия одного плана. Ребят, у меня слайд только вот этот, просто у меня нет технической возможности делать слайды, поэтому если какие-то моменты важны для вас, то фиксируйте себе в блокнотиках, в тетрадочках, дописывайте. Итак, цель игры — это выполнение плана одного дня. Как мы определяем плана одного дня? Мы все знаем такое понятие, как чек-лист. Чек-лист — это ежедневное действие для достижения результата. Чек-лист есть у каждого директора, чек-лист есть у менеджеров, да, у топовых лидеров. То есть чек-лист — это список ежедневных действий. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы понимали, куда вы идете и что вам нужно делать, чтобы не распылялись силы своей, энергию направляли в нужное русло. Итак, как начинается игра? Игра начинается, ну, во-первых, да, прежде чем присоединиться к игре, нужно заполнить заявку. Заявка есть в чате. Дальше. В игре может участвовать любой человек, неважно, да, это менеджер, директор или это новичок, который пришел несколько дней назад, но у него есть желание расти. То есть в игре может участвовать любой человек. Что необходимо для того, чтобы включиться в игру? Составить свой чек-лист ежедневных действий. Ну, понятно, если это новичок, значит, мы помогаем новичку составлять этот чек-лист. Чек-лист не должен вас обременять, скажем так, да, то есть посмотрев на свой чек-лист, вы не должны падать в обморок при мысли, как же я это буду делать. Чек-лист не делается для наставника. Чек-лист не делается для того, чтобы поразить кого-то, да, там, вот я напишу столько-то действий, что все там офигеют, увидев вот это. Нет, чек-лист – это то, что вы будете делать каждый день. Лучше напишите там, да, не 200 заявок в Instagram, подписок в Instagram, а 100. Ну, то, что вы будете 100% делать. Вот, поэтому не пишите там до 50 звонков знакомым, чтобы поразить кого-то. Напишите 10 предложений знакомым. Это могут быть звонки, личные встречи, это могут быть ВКонтакте, в Одноклассниках, в Instagram и так далее. То есть пишите то, что вы конкретно будете делать. Если вы делаете больше, хвала вам, вы молодцы. Вот, итак, функция чек-листа – не поразить, не восхитить наставника, не делать так, чтобы все упали в обморок от восхищения, а сделать так, чтобы вам было легче работать. Вот, поэтому составим свой чек-лист действий. Те, кто начал обучаться на курсах навыки современного предпринимателя, да, вчера мы как раз, у нас было задание – это выложить свой чек-лист действий. Поэтому, видите, мы идем в одном направлении, думаем в одном направлении. Итак, в игру мы включаемся чек-листом. Завтра утром каждый из нас выкладывает свой чек-лист в чате. Дальше. В течение дня мы выполняем действия по чек-листу. То есть тут, ну, как бы, да нет ограничений, в какое время вы это делаете – утром, днем, в обед, там, да, в перерывах, там, на перерывы между работой, там, и так далее. Наша задача в течение дня выполнять задание по чек-листу. Если у вас регистрация, то мы в чате отписываемся. Регистрация, да, и коротко пишем, каким способом. Знакомый, на потребление, да, в ВКонтакте подружились, предложил, согласился. Поздравили с днем рождения, предложили дисконт, согласились. В Инстаграм сделал предложение. То есть вот этот момент понятен. Напишите, пожалуйста, цифру 3, если вам вот это понятно. Если у вас есть какая-то регистрация, да, то вы отписываетесь в чате, каким способом у вас эта регистрация прошла. Дальше. Нам важно не только, чтобы люди приходили в команду, да, не только, чтобы они регистрировались, но еще и размещали заказы. Спаситесь, то есть нам не нужно просто переписывать всех наших знакомых к себе. Нам нужно еще, чтобы они размещали заказы, чтобы они стали лояльными потребителями, да, полюбили продукцию, может быть, кто-то станет бизнес-партнером. То есть нам нужно так, чтобы они включились в заказы. Потому что нам компания платит за товарооборот. Поэтому, если ваш новичок регистрируется сразу с заказом, вы об этом тоже пишите в чате. То есть вы им пишете, да, там, что он сказал, может быть, отказал там про продукцию, вы рассказали, каталог просто полистал. Ну, то есть даете другим информацию, каким образом вы вовлекли новичка в заказ. Понятно вот это? Ставим четверочку, если это понятно. То есть мы каждый раз, получается, свой положительный результат показываем и объясняем, как он получился. Дальше. У нас есть система баллов. Да, обмениваемся опытом. Спасибо за подсказку. За ваши положительные действия, скажем тогда, результативные действия, вы получаете баллы. Каким образом начисляются баллы? Если у вас есть просто регистрация, то вы получаете 1 балл. Дальше. Если у вас есть регистрация с заказом от 20 до 50 баллов, то вы получаете 3 балла. Ну, 20 баллов – это как раз 1000 рублей примерно, да, это как раз выгода для новичка. Если у вас регистрация с заказом более 50 баллов, кушка сразу, да, 150 делал человек подписку, там, или на больше себе заказал, то вы получаете 5 баллов. Итак, еще раз. 1 балл, если просто регистрация. Дальше. 3 балла, если регистрация с заказом от 20 до 50 баллов. И 5 баллов, если регистрация с заказом более 50 баллов. Почему мы вот так вот решили сделать, да, потому что нам важно, как я уже сказала, вовлекать новичков к заказу, потому что это им выгодно. Они научатся сразу пользоваться, могут участвовать в акциях, подарки получать могут от компаний. И вам это выгодно, потому что и вы участвуете в акциях, которые сейчас идут еще 2 недели. И так же растет товарооборот вашей команды. Дальше. Для чего мы вообще собираем баллы, да, то есть, ну, баллы, баллы для чего? Игра будет и 2 недели, и в течение 2 недель, кто набирает максимальное количество баллов, у него будет приз. Супер приз, вообще мечта для многих, да, это индивидуальная коуч-сессия с Натальей и с Эдуардом Васильевыми. Что такое коуч-сессия, да, это обучение, индивидуальное обучение с Натальей и с Эдуардом. То есть вы созваниваете с ними в скайп, там, ватсап, может быть, вживую, там, да, у кого получится. И вы говорите на ту тему, которая для вас актуальна. Хотите научиться у них планировать, учитесь планировать. Хотите обсудить какие-то вопросы, обсуждайте вопросы. Хотите там поговорить о чем-то, да, возвышенном, говорите о возвышенном. Понятно, что это очень, если мы будем говорить о песне. Мне, например, вот очень нравится такой приз, никому не нравится такой приз, индивидуальное общение с Натальей и с Эдуардом. Не вижу восклицательных, поставлю тоже восклицательных. Так, вот, понимаете, когда мы бываем на рахах, в мероприятиях, они боятся подойти, они боятся дышать на них, да. Они, ну, даже вот вплоть до того, в Питере, когда они были, там девочки из других команд подходили, спрашивали, Люба, а можно с ними сфотографироваться? Конечно, можно. Вот, и, то есть, люди настолько вот к ним трепетно относятся, а мы не оцениваем, может быть, да, в самой сильнейшей команде, и мы можем к ним обратиться на любую тех, мы можем к ним обратиться, обсудить любой вопрос. Это индивидуальное коучство с наставниками, с практически золотыми исполнительными директорами ТОП-3 России. Дальше. В течение дня, как я уже сказала, да, вы выкладываете свои действия результативные, вечером вы заполняете таблицу отчетную, до 10 часов вечера вы заполняете отчетную таблицу. То есть, что вы туда пишете? Вы пишете, сколько баллов у вас получилось. Если у вас есть, значит, вы пишете 1 балл. Регистрация с заказом до 50 баллов, от 20 до 50, вы пишете 5 баллов. Заполнили таблицу. Может быть, такое, что на следующий день ваш новичок решил разместить заказ и сделал заказ на 43 балла. От 20 до 30 баллов. Что вы делаете? Вот вчера же вы уже 1 балл поставили за этого новичка, так ведь, за регистрацию. Значит, вы сегодня дописываете 2 балла за заказ. Итого сумма суммарно 3. У нас 14 веков на вебинаре. Поставьте, пожалуйста, только 3 человека поняли суть, насколько я понимаю. Например, да, новичок сделал, сегодня за регистрацию подчитали, с таблицей поставили 1 балл. Он разместил заказ там на 43 балла, например. Мы же за него 3 балла должны поставить, но один уже вчера поставили, поэтому мы за него ставим сегодня. Если непонятно, можете мне индивидуально потом написать, мне, Марии Кузьминой, Оксане Чуйко, да, это вот такая команда, которая запускала эту игру. Дальше. Ну, если человек сделал заказ там, сразу квалифицировался с толкушкой, то, соответственно, 5 баллов суммарно должно быть, да. 1 балл мы уже поставили за регистрацию и ставим 4 балла на следующий день. Дальше. Если у вас там 2 регистрации, ну, соответственно, вы ставите 2 балла, да, если просто регистрация, если у вас там 4 регистрации, смотрите, да, можно 5 баллов за день поставить 5 регистрациями, можно 5 баллов за день поставить 1 регистрации с заказом более 50 баллов, что эффективнее. Ну, вот сами решайте, сами думайте, да, просто регистрациями или вовлекать. То есть нам надо научиться вовлекать. Важно. Дальше идем. Игра длится 2 недели. По итогам первого каталога мы подсчитываем баллы и определяем победителя. То есть как раз оставшиеся 2 недели до каталога. Вот сейчас, если вам все понятно по игре, ставим цифру 7. Если есть вопросы, можете их писать в чате, чтобы сразу быстренько их обсудить, проговорить. И вообще сделайте так, чтобы вам все... Отлично. Теперь, что сейчас важно? Первое. Вы сами уже, я думаю, находитесь в чате. Если вы еще не в чате, значит, добавляйтесь в чат. Второе. Заполняйте таблицу, заявку получаете. Нам-то понимать, сколько человек у нас участвует и составить таблицу итоговую. Заполняйте таблицу, заявку. Это второе. Третье. Максимально включайте своих людей в эту игру. То есть если вы хотите, значит, от того, что вы один играете, это хорошо, если вы сами прокачиваете навык работы по чек-листу. Но если у вас в команде еще будут люди, которые прокачиваются тоже в этом направлении, то есть они тоже учатся выполнять планы дня всем. Это важно для всех, потому что и у вас есть планы на рост, и у ваших людей есть планы на рост. Поэтому ваша задача сейчас, вот за сегодняшний день, максимально включить своих людей, с кем вы планируете расти, да, кого вы хотите, чтобы они выросли, в эту игру. Условия для включения очень простые. Составить свой чек-лист и действие по этому чек-листу. Это... Здесь третье, да, четвертое. Это настроиться на рост и делать ежедневные действия. Все понятно? Ставим цифру 9, если все понятно. Пока вы ставите, еще раз напоминаю, что в игре может участвовать любой человек, неважно на каком он уровне, сколько он... ...пандия, потому что... ...а для тех... ...а для него эта возможность научиться, ну, для него это для человека имеется в виду. Итак, на этом мы завершаем вебинар. Вы можете... Сейчас будет запись, можете им поделиться... ...да, с партнерами. Отправляйтесь в лицу и вперед за новыми званиями. Да, у вас у всех очень амбициозные цели, задачи, планы. Поэтому... ...только ежедневные действия приведут к результату. Как говорит Эдуард Васильев, легко прожить правильно один день. С правильных дней собирается правильная жизнь. Так вот... Субтитры создавал DimaTorzok